друзья но жара не нас не покидает лето поэтому надо уже делать следующее пиво ruby red l 40 пинт от санкт-питерса это прям английский набор такой давайте посмотрим что внутри на перед этим зачем мне две кастрюльки вопрос сейчас вы не узнаете открываем этот набор внутри у нас попробуем открыть одной рукой внутри у нас что же ребята вы даете показать внутри у нас что это такое а это у нас фактически хмель в такой вот упаковочке раз вот это у нас что это у нас должны быть дрожжи да да я с премиум вот и все отлично и вот такие две банище смотрите я вам даже отдельно покажу просто огромные такие две банки это сусло вот и внутри здесь у нас вот такая вот классная инструкция вот но это я уже подложил на самом деле так ну что давайте начнем а вот эта вот вода горячая нам нужно для того чтобы сделать вот так раз одну баночку туда и вторую мы уже не положим но хотя бы вот так вот их размочим чтобы немножко было помягче сусло и меня услышала природа начинается маленький дождик отлично будет легче ну думаю достаточно тут уже купаться банком давайте попробуем вас открыть и вот так вот так у нас выглядит открытая банка очень вкусная кстати жидкое сусло нагреть нашу воду и наше сусло и вот так вот классно делаем и вторую банку открываем тоже заливаем все это тщательно перемешиваем вылил вторую банку сюда немножко воды не рассчитал по-хорошему надо вливать сначала сусло а а потом не включая плиту потом доливать воды уже свет нагревать и размешивать либо доливать сразу кипятка кстати в инструкции не нужно кипятить поэтому можно обойтись легким вариантом но я хочу все размешать чтобы на ней ничего не осталось не потерять ценный продукт но и банки тоже сейчас мы водичкой размешаем вот такая вот штука запах приятный дорогой сусло английская мешать будем до последнего все стеночки промоем ополоснул еще раз приемную емкость сюда ставим воронку и наливаем немножко воды чтобы нас не было горячего пластика и теперь заливаем сусло сначала я залью из банок то что намыло здесь в баночках протерах с обоих и замечательное вкусное сусло сейчас перелью сюда но одной рукой я это сделать не смогу поэтому вы видите уже результат все у нас внутри бутылки у нас получился вот такой вот уровень сейчас мы будем доводить вот до этого уровня чтобы здесь купол брожение был чистой водой питьевой но нам еще с вами нужно добавить масло хмеля из остальные вещества которые здесь пакетики содержится есть немножко даже декстроза есть вот и мы это можем сейчас сделать пока полную не полный бутылку чтобы помыть потом воронку а дрожжи может будем засыпать поверхностно то что мы их не размешивают и вот так вот аккуратненько туда засыпаем декстрозу и масло хмеля которое здесь должно содержаться хмелем пахнет но непонятно где это масло я думаю что это жидкое будет это просто порошок ну хмелем очень пахнет все это сейчас промываем водичкой я вам это могу уже показать удобная воронка в принципе не достигли нужного уровня жидкости сейчас это все мешаем нашим традиционным способом и дальше заносим дрожжи а мешаем очень просто берем так вот и начинаем танцевать бутылкой готовим наши дрожжи 6b я с премиум отрезаем сейчас уголочек и будем засыпать сначала делать воронку в воде и засыпать их вот у нас пока крутится наша воронка берем и аккуратно засыпаем наши дрожжики сейчас я поставлю это все на гидрозатвор и наше пиво начало свою жизнь через шесть дней когда брожение замедлится мы его разольем снимем с осадка разольем по бутылкам два дня с декстрозой карбонизация в той же температуре и на 14-30 дней отправим в уже такую прохладную темную комнату и вот такой вот пиво у нас должно получиться да друзья такая жара что даже в храме крепких напитков иногда появляется пиво но появляется заслуженно потому что вот такой вот набор ruby red l просто меня поразил качеством своим да действительно очень классное пиво я вам хочу один показатель только сказать по этому поводу вот это последняя бутылка который я сделал из двух таких наборов то есть было порядка 36 где-то литров 35 литров пиво это последняя бутылочка 075 которая осталась поэтому я не могу уже дальше тянуть и нужно делать дегустацию давайте это сделаем поверьте ух посмотрите какая пенка давайте сделаем это я специально вам налью спи с пеной даже наверное ее слишком много потому что уже перестояла честно говоря пиво но зато вы сейчас увидите кружка холодная сейчас пенка осядет а вы увидите насколько это красивая классное пиво почему его называют ruby рубиновый красный это все заслуженно ну вот пену наконец-то победил я и посмотрите какой этот цвет я надеюсь вам камера передает это очень насыщенный такой рубиновый цвет она даже немножко потемнее потому что я меньше брал не 23 литра на воды на набор а где-то 19 литров 18 поэтому здесь еще концентрация ого-го ваше здоровье давайте продегустируем вот сейчас мне боролась два желания первое не заставлять вас долго ждать пока я отхлебну пол кружечки сразу это хотелось сделать и второе хлебнуть этих пол кружечки действительно очень классный классное пиво тем кто любит темное пиво она покажется там более таким легким но в то же время с очень интересным вкусом тем кто любит светлое пиво имеет смысл попробовать и немножко шаг сделать в вот такие в красные сорта в или и может быть дальше даже попробовать какое-то темное поэтому очень интересное пиво ваше здоровье это самогон тв мы иногда делаем или легкие пиво безалкогольные пиво алкогольные напитки подписывайтесь на канал ставьте лайк и обязательно пересылайте это видео своим друзьям а я еще продолжу дегустацию увидимся ух